Много уважаемых, общепризнанных профессионалов, что на стриминговой площадке Твич дела идут очень плохо. Что, мол, всех легенд уже давно забанили, и там остались одни онли-фанщицы, клоуны и зажравшиеся стримеры. Ну, доля правды в этом, конечно. А почему Гуакамоле зажравшиеся? И что смотреть практически некого. Ведено через чём многое... Гуакамоле? У него угарный? Я вот только по ТикТокам видел какие-то нарезки угарные, ну, типа... А правил корректного поведения во время своих же онлайн-трансляций уже больше, чем в УК РФ. Вот и я думал... Гуакамоле, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Реально, я сейчас смотрю 11, нихуя себе, блядь. Учитывая, что все остальные батл-рэперы и музыканты того времени уже давно списаны, или оценивают музыкальные альбомы и душнят за донаты. Кто в коментах выёб... Бля, ну здесь ладно, да. Забудут, я знаю, что у ДК два батла всего было, он не батл-рэпер, а... Какой? А, да. Блокер-музыкант и всё такое, не пишите мне, пожалуйста. И лох. Итак, давайте разбираться, почему ДК в соло разъёбывает Твич, хотя стримит раз пять реже, чем обычные стримеры. На своих стримах ДК в основном... Реально, 40 полстримов у меня за год. ...сильные истории своей жизни, делятся разными инсайдами и смотрят различные кринжовые видосы... ...попутно супер смешно и комментируя. ДК в отличие от большинства стримеров полноценная боевая единица. Парадокс площадки, но ДК интересен сам по себе. Ему не нужно на каждый свой стрим придумывать новое шоу, создавать свой склад, чтобы удерживать трафик и интересы зрителя. Он просто раз в неделю врубает трансляцию... Ну хуй это, как можно создать склад, чтобы удерживать трафик? Ну не знаю, у Вова иногда очень хорошо, ну, как правильно сказать, Вова хорошо делает стримы по теме. Бля, я не знаю, как тупо сказал, короче. Ну типа, даже новые правила Твича вышли, да, он ебанул какой-то стрим такой. Я недавно смотрел что-то у него интересное, я забыл что, блядь. Бля, пиздец, хотел похвали... Бля, прикинь. Вот на днях смотрел у Вовы какие-то... Вот что недавно у него интересное выходило, он что-то делал с ними, блядь, позорище. Реально хотел похвалить, я прям смотрел и забыл что, блядь. Блядь, что с моей башкой сегодня, блядь. Тематические стримы, ну да, я про это. Вот недавно у него было что-то интересное, блядь. Вот настолько интересно, что я забыл. Комп настраивал, нет. Комп чинил, нет. Блядь. В пизду, я забыл, блядь. В последние новости. Ну ладно, короче, хуйня, значит, стримы у него, говно. И это смотрит по 13 тысяч. Олег, да нет, там что-то интересное было, сука. По-моему, игру какую-то он играл. Пиздец, так интересно было, ёбнуться. Блядь, что же это было? А что-то из новых игр выходило, чтобы он играл? Что его шутки, которые некоторые люди с различными недугами не могут и не в состоянии выкупить. Вернее, его агрессия, как это трактует уже целый консилиум обиженных, ущемлённых и пост... Точно игру... О, этот... Строил, блядь, это самое. Город, блядь, точно. В сити... Как это называется? Сити... Блядь, ебай, еле вспомнил, блядь. Играл в... Где город строится, как Совет Репаблик, типа. Вот такая же игра. Блядь, ебать интересно. Я всё посмотрел. Он там совместно с кем-то сидел сначала. Скайлайнс, да, что-то Сити Скайлайнс, блядь. Он сначала один играл, ой, да, сначала с кем-то играл, потом один строил. Блядь, пиздец, интересно было. Уродско, да, да, да. Мне вообще понравилось. Я не знаю, почему я прям захлёб смотрел. На который всем похуй. На меня? Теперь давайте про эти шутки и реакции на видосы немного поподробнее. Ну, короче, у него, даже если летсплейчики какие-то, ну, не все мне игры заходят, естественно. Ну, вот что-то я смотрел, мне нравится, он интересный. И Pixel Battle. Он пиздец. Кстати, да, вот тоже нахвалю его, защищу его от автор ролика. Pixel Battle, как он проводит, это же вообще мясо ёбанное, блядь. Это же вообще пиздец, как он к этому батт. Ну, короче, не, типа есть, блядь. Хорошо он стримит. Отлично, на который ни один человек с драмауме никогда не нажал бы. Но если этот видос посмотрел... Мы смотрели этот ролик? Да я не помню, я с вами смотрел или один, но давно смотрел. По-моему, в Таиланде я смотрел. Ка, его дропнули на собранном пенале за здрасте. Любой не смешной и абсолютно неинтересный кринжовый видос становится разрывным, если его посмотрит ДК. Спасибо большое вам за то, что вы приехали сюда, потратили свое время. Это правда ценно, если у меня есть... Блядь, это очень ценно. Спасибо, боже, блядь. Да, такой клевый, блядь. Ну вот я, допустим. Я бы эти видосы даже для рофла никогда бы не посмотрел. Но если смотреть это на стриме и с чатом, уже совсем другое дело. Но многим это не нравится. Ой, он ругается, фу, агрессор. Но люди просто путают агрессию с фактологией. Потому что он рофлит только с тупых и духовно нищих чуваков, которые ссуют своими наименными фанатами. Ну это правильно, он такой клевый, блядь. Не знаю, что сказать, ребят. Не знаю, что добавить, блядь. Ну вот да, и пиздатый, наверное. В ситуации только хуже. Например, просто чокнутая инина... Что именно произошло? Сталкер, блядь. А что именно произошло, блядь? Или позерский джирахов, который... Ой, да пошел нахуй этот джирахов. В плянатуре, брат, спасибо. Без ошкваров он даже не нападает. Ну я думал, там что-то хайп будет. Хотя было очевидно, да, что... Блядь, мне так синяк идет, ребят, под глаза. Может, еще раз, чтобы мне ебальник разбили, блядь. Блядь, да ебешься, челок. Крутой такой, смотрите, бандюга сидит. Давайте выразим отдельное спасибо Даниле Кашину за то, что... ЧСВ, а вы хотите, чтобы я песню Лиды послушал? Ребят, мы ее слушали. Не пишите название этой песни. Смотрит контент, который ну прям совсем для клопов. И вытаскивает его только за счет своего присутствия. Сейчас сам клоп, блядь. Ну и соответственно, что все его реакции постоянно порождают различные конфликты и создают затруднительные ситуации. Янина, Джарахов, Соболев, Ефремов. Один против тысячи и все получают пизделей. Ха, вот такой опиздатый. Я бы внес свои правки в твое ебало. В ГТА РП. Ну и тендерли бое, хотела не дать ДК опубликовать видосы, собиралась кинуть страйк. Дружба с Джараховым до добра не доведет. На ДК обижаются все... Да, 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 на этот кружочек не просто так выложили. Я вам отвечаю, я прям чую, что этот кружочек не просто так появился в ее телеге. Потому что эти клопки... Ну ладно, я не обижаюсь, ребята. ...слушают про себя неудобную правду и не умеют воспринимать Степу в свой адрес из-за крохотной металли... Сами знаете, что с обиженными делают. Властями. А в комментарии постоянно приходят фанаты этих кумиров, которые вместе с ними живут в квантовом таракане минус 200 дБ. Да, 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 прям сразу же она... Да, да, да. ...хмелия и жалуются, что опять чем-то ущемились. Репутация ДК. У ДК нет никакой рекламы... Да, у меня байтов вообще никаких, кстати, в Телеграм абсолютно. Но если вы хотите посмотреть на меня в трусиках, в Телеграм-канале закрепленный комментарий, подписываемся, сегодня выкладываю. Я никогда не был замечен... Набираем 300 тысяч подписчиков в Телеграме и сразу дропаю фотку в трусиках. ...или трех стульях. Он придерживается своих принципов, не меняет размер обуви с 43 на 35... Бля, мне так нравится эта гифка, бля, охуя. Я никогда не был замечен на двух или трех стульях. Он придерживается своих принципов, не меняет размер обуви с 43 на 35, и каждые пять минут ради цифр не сует... За каждую розочку и кепку, говорю, кефтеме, заходите на трансляцию. ...какие сомнительные проекты. Не ходят на шоу кринжовым людям, чтобы утонуть просмотры. И не вводят дружбу с сомнительными типами. То есть, если вы вдруг мечтали... Ты мой друг, ты чего, гораешь, блядь, мой братан? ...калабус с Егором Кридом или башней хуесуса... ...то я бы ебанул коллабус с Егором Кридом ради фейма, сто процентов. В этом плане я не вру, блядь. То есть, если где-то есть, там где пофеймится, хотя, блядь, ну вот... Ну, 50 на 50, ну да, да, да. Я бы в таких моментах точно бы задумался. Его грешок — это кейсы CSGO в бородатые годы. Это не я же был, другой я, блядь, братан, ты чего? Это другой я был, сейчас-то я другой. Понял, сразу извинился. Ну и, судя по его словам, у него был шанс пойти по тому же пути, как Стас Айкак просто, или Николя Соболев, вернее, легендарный певец Soul. Причем, Стас. Прошу прощения, но он этого не сделал. Вы удивитесь, что на Твиче кто-то... Как не сделал? Типа, политику не стал обсуждать? Я, бля... Не, обычно... Обычно говорят, что, типа, у меня было... Ну, было возможность стать как Моргенштерн. Тогда, тогда да, да. Но здесь я могу согласиться, блядь. Может, НТК умеет связывать больше трех слов в одном предложении? Тапаем, тапаем по экранчику, ребята, тапаем. Тапаем по экранчику. Говорю за каждую розочку к ФТМе. Человечески формулировать мысли и приводить аргументы. Ведь стримеры, это зачастую просто люди, которые сидели на стриме с 12 лет, теперь им 30, и они гордятся тем, какие они алды. ДК всегда говорит... А, блядь, старичьё! Хочет и что думает на самом деле. Это молодой, мне ещё 19, блядь. Мне ещё жизнь впереди. Это может кому-то не понравиться, и он может потерять какой-то фейм. То есть у него нет такого... Бля, вот этого я сейчас захейчу. Меня же потом на видос не позовут, на коллаборацию, и, блин, любить не будут. Да меня и так не зовут никуда, так что чё мне терять-то? Я вообще похуй. Со мной никто дружить не хочет, блядь. Меня коллабы никто звать не хочет. Это московская шушера. Не зовут меня ни коллабица, ничего, блядь. Понимаете, о чём я говорю, блядь? Так что мне терять-то нечего, мне похуй. ДК открыто сказал, что пришёл сюда торговать лицом. Ну я модно торговать пришёл уже, по факту. Ну вот, а ты говоришь, что я так не делаю. ДК не кривляется на камеру, не давит из себя эмоции, он ведёт себя прямо, как в обычной жизни. У него нет выстроенного образа. Я думаю, именно поэтому у него такой онлайн, и он будет только расти. Может показаться, что он только хейт... Да хуйня онлайн, просто потому что я... Ну ладно, возможно. Поков, ну как по мне, он максимально активно оценивает любую ситуацию, и он вообще не агрессивный. ДК явно не шарит, твоя мать по помойкам шарит. Бля, мне нравится этот откат, я не могу, очень хороший. Вот прям... Это, наверное, апогей моего стримерского творчества, ребят, что я хотел сказать. Вот этот момент, блядь. Надо будет заводить постоянную рубрику. Ребят, вы пишите ЧСВ, не, я послушал уже песню Лиды, не сегодня, ну уже послушал, всё. Перезалив, смотрите. Так вот, да, может быть, рубрику такую завести, блядь, мне очень понравилось. Я вот сколько раз в ТикТоке мне вот это попадалось, я досматривал. Стример что-то говорит за музыку. Твоя мама стример, блядь, на Бонго Камп. Смотрите, вы на ходу как хуярит, молодец, блядь. Вот мамаёб реально опытный, блядь. ДК можно похвалить. Ну, у человека есть образ, есть своя атмосфера, она прослеживается в роликах, ну то есть свой прикол есть. Это не моя музыка, вы сами все знаете, я такое вообще не слушаю, не гоняю в наушниках, но я прекрасно понимаю, почему его слушать. Теперь немножко про ситуацию с Ефремом, блядь. Теперь немножко про ситуацию с Ефремовым. Это частично было озвучено на стримах, поэтому тут тоже немножко... Сразу вижу Старш-Доте, да-да-да. Все сказали, что он продался, но это чуть ли не единственный человек вообще, кто реально купил у него кроссовки. Он выпустил видос... Не единственный, а единственный, в принципе, да, блядь. Ой, и того, и второго, как это, Эндрю Мэй, Мэй Дитх, ну вы поняли. И всем показалось... Да меня все равно все захуесосили в итоге-то. Слава богу, моя-то аудитория поддержала. А в итоге, одна часть людей, которые за мной не следят, говорят, что я продался, другая часть говорит, что... Что я напиздел просто так на Ефремова, что пропали, что я пропали говорил. Мне там... Ну не буду неймдропить вообще никого, потому что это с личного разговора, но мне рассказывали, как... Ну, популярные люди, короче, так скажем, про меня говорили, ну, моим знакомым, что да ну нахуй его, он же там больше всех пиздел, что у Ефремова пальто, сука, блядь. Ну то есть... Он помог и спас Ефремова как-то, да? Но дальше на стримах ДК открыто говорит, что тот не отдает ему деньги за кроссовки, и он с ним сейчас судится. Они сказали, давайте мы вернем вам деньги, только за... Блядь, за несколько дней до суда нахуй отдал, блядь, наконец-то, блядь. При том случае, если Данила приедет и подпишет с нами договор... Они гадости, да, делали пиздец. ...возглашение. Они еще уебки ставят мне условия, блядь. Хейтеры, шо съебал. Еще ДК всегда признает свою вину, если он... Он такой прикольный, блядь, вот. Блядь, сложно смотреть ролики, которые мне посвящены, но не хейтерские, блядь. Реально, вот не знаю, что сказать даже. Ну, что я прикольный, наверное. Ребят, хотел бы что сказать, короче, момент такой, неприятный, короче. Вчера вы достали, помните, да? Ну, вот уже начали взять, есть меня потихоньку в комментариях, там, ну, по поводу подкаста Светланы, да? Я там много чего сказал, и вот девочки начали меня заедаться, наверное, знаете, я скажу, что я полностью не прав. Я вас все правил. А, вот это нормальный пацан, блядь. Я перешмотрел, база чистая, блядь. Вот так, значит. Большинство стримеров забрать возможно стримить и поднять их со стула, это будет самый обычный заводчанин. Но про ДК такое не сказать. Чувак реально талант. ДК 12 лет. Да ладно уж, ну ладно, здесь не припезда. Хотя ладно, я клевый. Снимается музыка, снимает клипы, снимает различные шоу. Ну и что самое главное, ДК создал и спродюсировал самого Лилза Нила. И тут вспоминаем чуваков, которые не могут себе даже микро на стриме настроить. Плюс у ДК хватает ума не обсуждать свою личность. Блядь, да, дерзко, пиздец. Ну, чел, вроде онлайн у него большой, да, я просто не слежу, блядь. Не попадала в кринжовый и унылый форс. Вспоминаем Хесуса, ситуация про гаечку. Нормальный человек, если такого, удалился бы из интернета. Это придурок, блядь, вот чё. То, ничего страшного, башенька ещё посидит. И интересно, что стримы это чуть ли не пятый род деятельности ДК. То есть ДК не нужно стараться и разъёбываться, чтобы сделать какой-то контент. Он просто включает трансляцию, и это уже интересно. Ну и если на Twitch будут заходить такие интересные челы, как ДК, у обычных амёт просто не останется трафика. Блядь, да я не знаю, особо не особо. Я так особо не особо, ребят. Просто зайдите на канал Собранный пенал, и дальше всё поймёте сами. Ссылку на Twitch ДК я оставлю. Не только на Собранный пенал, ДК Рофл, значит, Мои Перезаливы, Лил Татар. Там много мальчиков хороших. Так. Бах.